Всем привет! С вами канал магазина XCOM и Мария. Сегодня мы проведем обзор бюджетного, но от этого не менее умного МФУ от компании Pantum. Посмотрим, попечатаем и посканируем. Хотите стать свидетелями? Тогда оставайтесь с нами. Многофункциональные устройства ассоциируются с офисами, где множество сотрудников быстро сканируют и печатают целые кипы документов. Что делать, когда хочется так же, но не за огромные деньги? Собственно, ответ перед вами. Лазерная МФУ Pantum M6550NW в черном цвете. Весит 7,5 килограммов, то есть он маленький и компактный, но от этого не менее функциональный аппарат. Эдакий союз принтера и сканера. Умеет печатать, копировать и сканировать с документа формата А4. Кроме того, умеет отправлять факс, если это кому-то еще нужно в 2022 году. Для сканирования большого объема документов аппарат снабжен автоподдатчиком. На данный момент это одно из самых доступных по цене и качеству устройств. Идеально подойдет для небольшого офиса, а также для домашнего рабочего кабинета. Пробежимся по характеристикам. Максимальное разрешение при печати 1200 на 1200 точек. Максимальное разрешение сканера 600 на 600 точек или 600 dpi. Для документов и графических материалов более чем достаточно. Может печатать на конвертах, этикетках, на обычной плотной бумаге. Плотность используемой бумаги от 60 до 163 грамм на метр квадратный. Скорость печати и копирования 22 страницы в минуту. А вот сканирование всего 8,5 страниц в минуту. Кому-то это может показаться мало, но ведь и задачи бывают разные. Для бюджетного МФУ весьма неплохие показатели. Осмотрим аппарат со всех сторон. На нижней части находится лоток для бумаги на 150 листов. Чуть выше выходной лоток. Он уже на 100 листов. Еще чуть выше крышка планшетного сканера. На самом верху автоподатчик для пакетного сканирования документов. Сюда помещается не более 35 листов. Открыв верхнюю крышку и еще одну крышку, мы получаем доступ к картриджу. Вытаскивается стандартно. Вытягивание на себя за ручку. Производитель заявляет, что картриджа хватит на 10 тысяч страниц. При заполняемости листа более 50%. Сзади мы видим разъем питания, а также USB-разъем и портлан. Спереди справа у нас кнопка включения. Слева расположилась панель управления серебристой окантовкой. Она откидная. Удобная. Кнопочки прорезиненные. Подписи к ним на русском языке. Глянем, что тут есть. Кнопки пуск, отмена, а также управление меню. Меню русифицировано. Перевод не корявый. Навигация несложная. Все очень информативно. Даже мне разобраться не составило никакого труда. Есть функция экономии тонера. Выбор качества сканирования, печати и еще куча настроек. Далее по кнопочкам. Слева у нас индикатор состояния, кнопка энергосбережения и кнопка активации Wi-Fi. Да-да, помимо кабеля МФУ можно подключить еще и по воздуху. Мы обязательно проверим эту функцию, но чуть позже. Тем более в ней есть свои особенности. Ну и последнее, что расположилось на панели управления, это кнопки действия. Сканирование, копирование и, внимание, сканирование паспорта, а также сканирование квитанции. Представляете, ради паспорта и квитанции вывести отдельные кнопки. С одной стороны странно, а с другой стороны удобно. При сканировании паспорта и квитанции МФУ автоматически выставляет соответствующие настройки для лучшего результата. В комплекте к устройству идет кабель питания и USB для подключения к ПК. Кроме того, есть руководство пользователя с гарантийным талоном и лазерный диск. Скажем так, не самый актуальный носитель информации на сегодняшний день. Для того, чтобы приступить к тестированию МФУ, мы выберем более современные методы. Заходим на официальный сайт и скачиваем драйвер. Тут же на сайте есть подробная инструкция, приложение под Android и часто задаваемые вопросы, в том числе, как подключить устройство к Wi-Fi. Мы выбираем именно этот способ подключения, так как он самый современный. Подключаем МФУ к Wi-Fi общей сети. Все, драйвер установлен, сразу доступен среди устройств. Можем пользоваться, но с Wi-Fi небольшой косяк. Когда МФУ уходит в сон, после включения он теряет с ним связь и нужно заново нажимать кнопку синхронизации. То есть, беспроводное соединение работает и хорошо работает, но если вы вдруг захотите что-то срочно распечатать, такой расклад будет слегка раздражать. Когда вы впервые используете устройство, для начала вам нужно удалить все защитные стикеры. Помимо внешних, есть еще защитный колпачок и защитные ленты на картридже. Убираем их. Готово. Включаем. Появилась надпись «Прогрев». После этого видим информацию о состоянии картриджа в процентах. Для начала напечатаем тестовую страницу. Замечательно. Никаких разводов и неровностей. Нормальная лазерная черно-белая печать. Супер. Далее проведем сканирование на планшетном сканере. Кладем первый попавшийся под руку паспорт. Нажимаем кнопочку. Ждем 15 секунд и вуаля. Цветной отсканированный документ появляется у нас в программе. Качество изображения отличное. Глянцевая пленка на паспорте не обликует. Тут же протестируем копирование. Все быстро и просто. Можно смело брать кредит. Ну и последнее, что осталось протестировать, это сканирование через автоподатчик. Кладем 10 страниц, выбираем в меню соответствующий пункт. Количество страниц за одно сканирование ограничено 99-ю, но у нас тут совсем немного. Чуть больше минуты ушло на скан 10 листов. Качество такое же, как на планшетном сканере. Но само сканирование происходило чуть быстрее. Замечательно. Что ж, а на этом наш обзор подошел к концу. По своему обыкновению резюме. Для бюджетного МФУ аппарат от Pantum оказался очень неплох. Полностью русифицированный с понятным управлением. При этом хорошо печатает, копирует и сканирует без каких-либо проблем. А чего еще нужно? Понравился наш обзор? Тогда займитесь постановкой лайков и комментариев. И, конечно, подпишитесь, если по каким-то причинам не успели это сделать. Спасибо за просмотр и до новых встреч.